приветствую друзья приветствую друзья сегодня 4 часа 21 минута в нью-йорке 4 октября 2019 года левона лобобян обратно на свою запись буду делать запись по поводу нескольких простых вещей ну хочу начать с чего то что не очень важное но она будет услышана я вот открыл компьютер и получил два не очень приятных сообщения от соседей которые я вынужден был стереть тут же если допустим самом начале вопреки тому что мне рекомендовалось вообще не отвечать я делал из уважения из из своего личного характера я вязливый человек замечание такого рода я вам отвечу один раз я от вас ответа не жду нам на данном этапе не о чем разговаривать я вот отвечал некоторые из них товарищи соседи обижались и как говорится по-английски i don't blame you я понимаю вашу боль я понимаю что вам очень может быть что вы очень хороший человек и вам обидно что с вами так обращаются небо тогда я и говорил что пожалуйста не воспринимайте мои ответы что я не хочу чтобы ко мне еще раз обращались как какое-то неуважение или презрение к вам я просто не вижу в этом для себя лично для себя лично никакой практической не то что выгоды но необходимости на данном этапе слышите мои слова слушать внимательно я не разбрасываюсь этими словами и я ни в коем случае в себе не несу зерна ненависти или неприязни или высокомерие вот там девочка одна мне писала по моему чтобы все-таки высокомерные вы видите это не высокомерие это другой народ это другая культура это другая цивилизация и когда вы их слышите вам кажется что они высокомерные они другие они из другого теста сделаны вы их спросите а вы к нам как относитесь ну вот я допустим к вам отношусь ну с боли мне жалко вас вот а вы сейчас скажете вот вы нас оскорбляете вы видите как вы вы понимаете что происходит а мне жалко что над в общем-то невинным народом которым вы являетесь вы находитесь в ранней стадии своего социального экономического развития судьбой заброшены на эти территории которые на которых вы никогда не жили с этого алтая со всех этих мест и вас заставляют против в общем то вашей воли сделать социальный скачок который вы сделать не в состоянии мы не в состоянии были армяне мы прошли через тысячи лет цивилизации мы были дикими разрушителем мы долбали всех вокруг на леонарх кто этого не делал вы понимаете мы прошли тысячи лет вот мы превратились то что мы есть нашу наше поведение воспринимается как высокомерным наши наши слова воспринимается как подвох это другая часть населения земли которая вам непонятно она даже непонятно белым белые нас не очень воспринимает теперь что я вам хотел сказать я уделю вам немножко внимание только потому что были эти два замечания и только потому что я востер мне неприятно это было делать но я вынужден был вот первое замечание было пишет какой-то панасян но можете себе представить что у армянина может быть фамилия понос поносян ну может быть есть такая фамилия вот от нее избавиться я востер за ваше замечание что левон вы такая зануда вы знаете и я не зануда я вам объяснять причину почему существует эта программа не собираюсь я востер я востер не потому что я хочу вас обидеть а потому что вы со своими комментариями никак не можете мне помочь моем беневолент интент посмотрите в словаре что это означает беневолент интент помочь своему народу а потом помочь всем остальным вот скажем таким как вы панасян но вы этого не понимаете вы думаете что какой он хитрый он что-то там выдумывает понимаете здесь где я живу в соединенных штатах живет народ их называют черные значит черные бедные 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 мои черные жили себе люди в африке там живут несчастные люди дикари помните эти русские штучки о людях дикарях тут идеи так и так пойми что имеется ввиду да они отстали своем социальном развитии на тысячи лет по многим причинам от тех кто называется индоевропейцы или семиты ну ну знаем это уже оскомину набило все это это что дает право тем же потомкам семитов вы знаете о ком я говорю семиты вы меня слышите вы себя для всего мира называете семиты вы же не семиты вы кстати никакого отношения к семитам не имеете не рассказывайте людям байки про себя может вы даже не знаете кто вы это другое дело вы скажите мы не знаем кто мы какие же вы семиты значит ну называем вас кавычках семитами и индоевропейцами которые пошли на этот континент африканский вывезли оттуда десятки миллионов этих невинных людей устроили им то что вы устроили им да вот послушайте стиве ванда пишет о том что 40 миллионов погибло процессе перехожу процессе переброски через икеан 40 миллионов погибло это стиве ванда вам всем не тягаться с этим замечательным человеком он слепой музыкант гениальный совершенно клёвый парень золотой человек великий но вы кто чтобы вот против такого парня слова сказали бы как стиве ванда молодец правду говорит болит у него все болит так вот я вам к чему это говорю вот совершила наше человечество наше белое человечество это семитическое человечество это вот преступление над этими людьми невинными создали себе язву раковую опухоль здесь на территории этой страны вы думаете их когда-нибудь простят никогда чем это кончится я не думаю что это в конце концов чем-то хорошим кончится для одной из сторон обидно обидно заслужили ли эти люди этого нет не заслужили безобразие да если много сочувствующих им среди белых очень много а верит ли черный что белый им сочувствует нет не верит вот эта трагедия понимаете а я сочувствую почему ты сочувствуешь ты чё потому что я армянин потому что мой народ испытывал бесконечную боль на протяжении долгого времени 10 не 100 лет понимаете мы это видели а мы не черные так сказать да в негативном смысле мы индоевропейцы очень много индоевропейских групп населения произошло от нас по всей видимости если вы посмотрите на сегодняшнюю разбивку днк по-русски говорится правда никому не нужно хвастаться бить себя в грудь ленин наша нам это все не надо это вообще все не нужно и вот к чему это говорю я переношу на этого вот панасяна и другого который начал буквально смысле оскорблять меня я его тут же стер почему ну потому что но они нас не воспринимают они не могут понять чем они имеют дело вы понимаете это другая цивилизация это другой народ они при вы пришли ребята на территорию где вы никогда не жили вы пришли увидели вот то что вы увидели вы обалдели да вы из юрт попали в здание так сказать подумайте сами не кривите душу вы из юрт попали в здание попали в технологический мир которым такие люди как аристотель плато и так далее жили попали в мир людей которые в состоянии были писать читать создавать поэзию и так далее так вот я в каком-то смысле вас сравниваю вашу судьбу судьбой вот этих бедных людей здесь соединенных штатах в том что вы тоже ведь жертвой вот этого вот какого-то чудовищного преступления по отношению к вам что вас то что вами руководила таком большом количестве бросила на территории среди народов которым вы совершенно чужие и все что вам оставалось тогда остается сейчас и будет наверное в будущем к сожалению то что вот я увидел на интернете вот это вот ненависть ненависть не идет потому что вы нас ненавидите она чужое вы понимаете она не воспринимается как нормальная а так как мозги промыты и так как это чужое вот даже себя я должен винить я же говорю не звоните мне не обращайтесь ко мне в него с вами разговаривать вот даже это даже это вызывает обиду и озлобление потому что вы тоже хотите может быть будет день такой кстати сказать ну может быть будет день когда что-то изменится вашим руководствам когда появится больше образованных людей когда-то ваша элита которая уехала убежала из баку миллион с лишним говорят живут где хочешь хотят чтобы их оставили в покое хотят чтобы оставили их в покое потому что им это все не надо среди вас полно хороших людей вы ужасно пассивный народ ваша активность не проявляется ни в чем на чем я мог бы остановить внимание а из вас делают из вас делают неизвестно что в результате этого в результате этого страдать будете вы а разве вам это надо а разве нам надо чтобы вы страдали вот вы подумайте но он говорит армянин это нам не надо чтобы кто-то страдал я например не хочу видеть страдание никого независимо ни от чего вы понимаете это не нормально это патология это это что-то не в порядке здесь ты не можешь получать какой-то позитивный импульс импульс своей жизни когда ты видишь страдание человек когда ты видишь страдание ты хочешь бежать туда руку протянуть завернуть покрыть чем-то дать было ли ультоляющее это не потому что я медик это не потому что это моя природа профессионала а потому что это моя природа армянина руку протянуть вам тоже но вы же не даете вы не даете эту возможность вы спрашиваете как спросите свое правительство пускай оставят сначала вас в покое прекратят над вами издеваться прекратят вас считать за черных вы не черные вы люди которых поставили в ужасное положение понимаете в ужасное вы надеетесь что у вас есть друзья в россии вы с ума сошли вы надеетесь что у вас есть друзья в турции вы с ума сошли вы никому не нужны мне интересно если у кого-то из вас кто меня слушает есть вот хоть какая-то информация как турки называют сегодняшних азербайджанцев каким дурным словом наверняка она есть правильно наверняка она есть как у нас со временем 34 минуты у нас уже 13 минут проскочила наверняка вас каким-то отвратным словом называет это в природе турецкого народа я значит говорю об этом издалека потому что я читаю значит не так все просто с турками это может быть сегодня еще отдельный разговор если я до этого доберусь вот я не думаю что успею турки а вот говорите вот о высокомерии правда высокомерие это высокомерие это привилегия в общем то наверное цивилизации а у турков не высокомерие а какой-то животным импульсом производимые презрение к другим но все это идет каких-то градациях в обществе потому что я уверен что общество у них имеет колоссальные градации эта пирамида как тоже кизин у них она ярко выраженная а для этого надо посмотреть на историю рабства в турецкой империи об этом я пока что-то не слышал чтобы кто-то говорил да ребят я сказал рабство да история рабства в турецкой империи волосы дымом встают когда начинаешь узнавать о чем идет речь как они называли определенные группы населения как они вывозили с разных стран людей которых держали рабами фактическими и давали им возможность служить возьмите какая софистикация вот это слово наверняка в русском языке есть какая какой сложный механизм как они забирали людей одаренных вытаскивали ну где-то вот я вам дам пример на уровне янычар примеру это я начал это армия христиан христиане которых воспитывали детьми сделали самую лучшую армию в европе то есть в этом они оказались так сказать о молодцы в смысле того чтобы как строить свое государство но ментальность держать в рабстве других людей и при этом презирать их всех это весьма специфическая а специфическая черта турков в отличие от белых здесь белые же не давали скажем черным подниматься нигде и служить но так как черные не могли бы это делать лучше белых я думаю если черные могли бы делать лучше белых белые дали бы возможность подниматься а вот но выходцы из других стран особенно христианские дети из Европы Армении Грузии и так далее они видели их интеллектуальный потенциал поэтому вместо того чтобы их использовать на полях где они бы не были бы самым лучшим приложением против черных которые великолепно делали это на полях здесь их использовали уже в государственной власти вплоть до того что некоторые из них добивались колоссальных постов и так далее и тому подобное это с рабами что же делалось с армянами в моем понимании так как их вот рабами сделать было невозможно в этом плане так как это была их территория все забывают простую вещь турки азербайджанцы и прочие живут на чужих территориях которые к ним никогда не принадлежали поэтому с коренным населением которого территории это было время 16 минут это сделать было невозможно но они к ним применяли другую практику то есть был там как говорится intelligent design значит умственная умственная конструкция которая помогала до пори до времени холодным разумом держать под контролем тех же армян называть рабами их невозможно было но мы знаем что мы были геауры и так далее да и часть это понимать как пряник и плетка части давать возможность подниматься опять таки это все было связано с тем как держать империю сидели там умники 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 они все думали но они вот додержались теперь так осталось ограниченное количество времени я к сожалению не могу больше продолжать продолжать спасибо всем за поддержку за то что наш армянский улей стал жужжать и вот ребята уже прислали ссылки по поводу того что артем джан бакинский наш вот попросил меня посмотреть передачу артем спасибо огромное смеялся где-то больно где-то артем вы сами все знаете спасибо за вашу ссылку звоните артем телефон же известен да звоните вы позвоните я вам свой телефон личный дам потом мы просто по телефону будем говорить макардиан послушал вас огромное спасибо за то что вы мне сказали огромное спасибо макар значит 11 числа бог даст держение моего сына саркиса пойду в церковь постараюсь ними созвониться в понедельник я хочу вам сказать к сожалению макардиан я уже там был когда мне было 60 лет я отмечал свое держение пошел туда за благословлениями я имел прямой разговор с руководителем церкви и он мне практически не ответил ни на один вопрос я все искал какие-то контакты я сделаю это еще раз именно потому что макар мне об этом сказал это будет на я надеюсь 11 числа созвоню с ними значит по поводу рыцарей святого вартана значит это закрытая организация это очевидно это очень хорошо что это закрытая организация нечего туда никому лезть а посторонним вот я считаю что то что они закрытая организация это только хорошо что они конкретно ну то что я слышал я сказал я не знаю точно и это никакого отношения не имеет к моему отношению к ним потому что это армяне баста значит мне повезло есть один человек молодой человек который меня уже очень хорошо знает который является частью этого дела он внутри и когда его совершенно случайно это вот совпало вчера спросили а вы говорили о ливоне ли он хочет встретиться с руководителями просто совета попросить где-то в общем то совет нужен понимаете мне поддержку нужно моральная интеллектуальная мне нужна поддержка вот таких ребят как вы кто мне пишет дает идеи у меня такие комментарии я должен посвятить целый день один раз комментариям прямо ребята так интерес такие умные вещи говорят ребята жужжит армянские улей я его зажужжал да значит вот так значит человек сказал что он опять будет говорить обо мне постарается сделать так чтобы я приехал но я приду руки пожму поблагодарю всех обниму всех скажу помогите вот идеями так что макар звони да ты же в соединенных штатах тебе вообще совсем просто понимаешь там телефон же на интернете есть ты же увидишь я сегодня опять поставлю позвони мне по этому телефону а я потом по своему собственному тебе позвоню макар ладно так что у нас будет совсем другого рода связь понимаешь матах и может быть тебе удастся как-то если там кто-то занимается блогерством вот этим да в калифорнии немного моим и поставить там пускай ребята смотрят читает звонит пускай нам надо этот улей увеличивать ребята нам неважно это макара мой улей там рыцари святого вартана там этого прекрасного парня хайка в ереване красавчик он этого в другого парня вот из дерева на я не могу понять то ли он полуармянин полу русский только русский но хороший парень еврастов и страстов как-то так называется понимать все к чему к тому чтобы люди слышали вот видите наш агент какой умный человек вот видите как он сразу пошел все целую всех звоните пока ребята давай давай